Привет! Хочу такую тему затронуть, начать. Работа, бизнес и йога. Йога для работы и бизнеса. Потому что, ну, бытуют разные мнения, как всегда. Вот, и я по себе могу сказать и, как бы, вот, передать то, что с моими, кто-то, люди занимаются у меня, вот, как йога воздействует, помогает, либо, наоборот, мешает заработку денег, достижению каких-то фантастических бизнес-результатов. Вот, я сегодня начну так эмоционально, а потом буду потихонечку раскладывать какие-то моменты. Мне эта тема очень интересная, мне кажется, она, ну, вообще очень сильная тема. Вот, и начну с самого, самого важного, как бы, ну, вот для меня, может быть, для вас тоже. Ну, прежде всего, не вредна ли йога для бизнеса, для вашей работы? Не приводит ли это к тому, чтобы вы плюнули на работу, на бизнес, перестали зарабатывать деньги? Забили на все, уехали куда-то, там, на Гуа, или еще куда-то, и так далее. Ну, во-первых, все возможно, я думаю, без йоги. То есть, это совершенно, как бы, ну, идиотский такой разговор, ни о чем. Смотрите, ну, возьмем, так вот, глобально, такой, как бы, знаете, как, вот, то, что я могу попробовать вам передать, то есть, что вам может позволить сделать с собой постоянная, ежедневная практика? То есть, что это вообще может дать, вот, для работы, бизнеса, для вашей реализации, такой, как бы, игры какой-то, любви, увлечения? Ну, во-первых, это вообще может дать возможность любить, потому что ты, вот эти вот шоры, вот эти огромные количества воздействий, которые идут, там, морального характера, какие-то на общество, социальные, ну, разные, их очень много, матриц, не будем их классифицировать, что совершенно неинтересно. Ваши какие-то генетические, там, семейные, родители, ваши по жизни. Вы, ну, вот представьте, вы просто каждый день, заходя в практику, вы идете по телу физически, ну, упрощенно, и просто высвобождаете ткань своего тела от этих вот зажимов, вот этих ограничителей. И ткань, физическая ткань, она способна на что-то другое, она раскрывается, там происходит просто такое жизнеобращение, кровеобращение. Ты прямо это видишь, то есть это не какая-то билетристика, там, какая-то вот эзотерика и так далее. Нет, это прямо вот, ну, жесть такая, понимаете. То есть ты просто как вот, как будто выпускаешь вот это все, что ты держишь в руках, там, в ладонях, везде там во рту, вот этот сыр какой-то, там, плавленый сырок, а хочется, чтобы там была очень какая-то классная история. Вот, там какой-нибудь изысканный или там самый любимый сыр и так далее. И вот ты выпускаешь это и высвобождаешься, это прямо отваливается, уплывает, вот вся эта дрянь какая-то навязанная. Чаще всего не вами навязанная, навязанная там каким-то, а вот, ну, многими источниками, которые на этом, там, это целый бизнес, это, ну, грубо говоря, неинтересно обсуждать. Вот, и вы как бы начинаете высвобождаться и проступать начинаете вы, понимаете, вот ваши реальные прям желания такие яркие, безумные, прямо вот, которые у вас сидели всегда там в детстве, и когда-то они вылезали, вы их запихивали, там, какие-то люди их запихивали за обстоятельства, там, обоснований миллион, там, это нельзя, мы же там, мы здесь, мы там, ну, какие-то вот эти, понимаете, и есть мечты какие-то фантастические. фантастические, и ты начинаешь ощущать очень странную такую штуку, что ты за любой, за что-то возьмешься, ну, во-первых, возникает такая удивительная, характерная особенность такая, что когда ты практикуешь, ты берешься за то, то есть в тебе рождается то, что твое, то есть гармоничное. Ты как будто постепенно настраиваешь постоянный режим гармонии, то есть ты вот, высвобождая вот эту ткань, ты как будто зацепляешься внутри себя, зацепляешься и вне себя, зацепляешься за гармонией, такую как, знаете, как будто вселенскую такую гармонию, и ты, все, что в тебе рождается, оно гармонично тебе и окружающей среде, понимаете, то есть ты, как будто ты рождаешь уже что-то очень красивое, сильное, жизнеспособное, и в связи с этим вот этой чистоте не под воздействием каких-то других людей там и так далее, сущности там каких-то неотработанных проблем, понимаете, чтобы бизнес не стал там, или ваша работа это какая-то там, знаете, отработка чего-то и так далее, а чтобы это было действительно вот то, что в тебе было заложено, твое, чтобы вот прямо, чтобы тебя перло дико совершенно, когда это рождается в тебе, то все вокруг, и ты сам чувствуешь, что это как каток, то есть это выходит в любом случае, здесь даже вообще никаких сомнений, ты просто, ты днем и ночью, у тебя прямо эта любовь, то есть ты летаешь, у тебя огромная сила, и при этом это не, понимаете, это не транс, это не какое-то вот воздействие там каких-то препаратов, чего-то, понимаете, стороннее, которое непонятно к чему приведет, а это такая мощная, спокойная, просто такая, как, знаете, как прямо такой каток, как волна какая-то идет, и ты понимаешь, что, ну, тут вообще просто без вариантов все выходит, вообще как бы без вариантов, все раскатывается, все выходит, и ты убежден, и прямо люди вокруг тебя, они совершенно спокойно за тобой идут, потому что они чувствуют, что это искреннее, сильное, твое, настоящее, то есть это не какая-то идиотская идея, которая просто там что-то компенсирует или еще что-то, и, то есть ты, ну, и в то же время, если ты просто работаешь на какой-то там работе и хорошо зарабатываешь, работа вообще не твоя, то это тоже помогает просто увидеть это, видеть и это принять, понимаете, чтобы это не было вот это осуждение себя, там, как же я, там, вот, работаю где-то, там, зарабатываю хорошие деньги, ну, я-то рожден для чего-то другого, но практикуя, ты придешь к тому, что действительно для тебя ценно, но это не будет враньем, потому что хуже всего бросить работу, там, приносящую очень хороший достаток и очень хорошую общую, как бы, понимаете, ну, гармонию, ведь важна гармония, это не должно быть шизофрения, такое, что вот я, я должен быть, там, художником, а я, там, я не знаю, нефтянник или что-то, ну, то есть это такое же все, это очень такая, как бы, знаете, история такая, какая-то дешевая, это все разговорная такая, как, знаешь, кухонная, а ты начинаешь видеть реальности и с ними сживаться, ты можешь работать, можешь заниматься реально работой, которая тебе, там, не тяжела и не твоя, ну, ты можешь получать от этого наслаждение, просто принимая это, понимаете, потому что ситуации в жизни разные, и вот эта вот модная тема, что, ну, я, там, буду сидеть, где-то, там, на дереве, у меня будут рождаться стихии, я буду, там, святым, великим и так далее, ну, она такая очень, ну, я не знаю, ну, не ко мне точно, я как-то вот не верю во все это, понимаете, то есть это все должно быть реально, и йога вот именно такая жесть, понимаете, то есть она дает возможность реально видеть вот без всей этой вранины, то есть это не опьянение, а это наоборот такое видение, когда ты видишь все, и поэтому это очень мощно, сильно, и это реально, это не какое-то заблуждение очередное, понимаете, такое, как, знаете, впадение в какое-то состояние, и вот ты начинаешь просто раскатывать все это, это очень офигенно, и у тебя, помимо всего этого, высвобождается так, как ты, ткани вычищаются, как абгейевые конюшни, у тебя вообще много сил просто банально, тебе хочется жить, тебе хочется разрывать вообще все нафиг, и ты такой, такая мощность тебе, то есть ты просто можешь там протапливать весь мир, понимаете, прямо, ну, огромная энергия, но она не энергия, знаете, вот как коучинговая такая там, типа, мы там самые обаятельные, привлекательные, мы там всех ежей раздавим там и так далее, а такая, знаете, внутренняя, когда просыпаешься, и просто жить хочется, интересно, и прет такое вот, и вот, ну, это очень круто, это очень классно, давайте потихонечку будем, да, это очень круто, до встречи.